Это один из самых редких видов картофеля. Я не знаю, где вы его купите. Скорее всего, нигде, наверное. Мне это привез фермер, он выращивает. Удар по хейтерам, я думаю, что как раз самое то будет. Давайте, ребята, пишите комменты, что вообще жесть какая, где ты такие продукты берешь. Она точно не из Чернобыля. Она сверху фиолетовая, внутри фиолетовая. А по вкусу такая же картошечка. Поэтому, если вдруг вы решили повторить это блюдо, возьмите обычную картошку и сделайте то же самое. Проблем нет. Но, я думаю, что увеселение неплохое получилось. Я отварил три картошины. Для того, чтобы ее легко было почистить, ее следует облить холодной водой. Кожица тогда быстро отстает и нет никаких проблем в чистке. Далее, пока что это ждет, значит, рыба. Это обычный окунь. Обычный красный морской окунь. Тихоокеанский, если быть точным. Просто филированный. Значит, я сегодня вместо целого окуня купил филе. Оно оказалось с чешуей. Я не поглядел, но торопился утром на рынке. Поэтому, я уже одно филе снял с кожи. Значит, и то же самое делаю с другим. Никого не надо учить. А то сейчас, как с чесноком. Столько умников напишут. Что, мы не знаем, как филировать рыбу? Там, ребят, вы что? Вы что? Нас совсем за дебилов считаете. Да нет, никто вас за дебилов не считает. Просто кто-то умеет это делать, кто-то не умеет. Шкуру с чешуей обязательно на уху. Потому что с чешуей отличнейший навар. Навар настоящий. Суперский навар для ухи. Значит, хвостом кладем к себе. И видим. Есть реберная часть. Вот отсюда там пытались кто-то, видимо, на разделке снять ребра. Но немножко не сняли. Поэтому нужно дорезать остатки реберной штуки. Значит, ой, сколько тут костей. Чем ее там? Безопилой, что ли, обрабатывали? Это все сюда. Самое главное, что нужно знать. У морского укуня утрески, у судака. Еще у каких рыб? Значит, у средиземноморских там всяких вот этих вот рыб тоже, да, они как у него относятся. Значит, у большинства, скажем так, я прям реально у большого количества рыб. Значит, если нету вот здесь костей, то всегда есть кости вдоль хребта. Значит, смотрите, вот здесь идет хребет. Вот тут тоже видна линия. И вот от хребта идут боковинки реберные, да, перпендикулярно боковинам и, соответственно, хребту идут косточки. Их вот так вот рукой трогаете, они торчат. Вот они. Даже если мы вот эту вот отнимем, она тут нам не нужна. Вот мы трогаем и видим, что косточки идут вот досюда. Значит, эти косточки нужно вырезать. Они идут перпендикулярно, поэтому ровно ножом просто подрезайте их. Вот так вот раз. Вы наверняка часто видели, что филе, особенно за рубежом, вот таким образом срезано, да. Это потому, что обрезают косточки вот эти вот и реберную часть. Реберная часть тонкая. Если вы будете жарить, а мы сегодня будем жарить рыбу, да, то, соответственно, эта часть приготовится быстрее, это будет дольше жариться. Пвы, это высохнет, а это будет чуть-чуть сыроватое. Поэтому, чтобы у нас был баланс, так скажем, то мы вырезаем таким образом. И остается в филе бескостное укуня, красного укуня, который является промысловой рыбой и продается в замороженном виде практически вообще везде. На уровне скумбрии по привычке режу, вырезаю все равно, как будто мне нужно будет потом. На уровне скумбрии такая же популярная промысловая рыба в России, как и скумбрия, как и минтай. Вылавливает огромное количество, огромное, сотни тысяч тонн. Поэтому она практически везде есть. Все. Филеечку. Нет, давайте так доделаем, сделаем, чтобы уж совсем было красиво. Значит, вот хвостовую часть отрежем, а филейную часть вот так вот выровняем, сейчас посмотрим, что тут у нас. Вот так вот, вот так. Значит, я, вот есть плавник верхний, да, и очень часто здесь видно вот эту жировую прослойку. И вот здесь вот, это от части как раз вот этот верхний плавник держится внутри вот такими косточками. Здесь есть два варианта. Если это ресторанная история, то, конечно, мы должны это все срезать, убрать. Срезать, убрать, чтобы оставить чистое филе. Если мы говорим про домашнюю историю, я такие штуки не убираю, потому что я люблю пообсасывать вот тут вот эти хрящики, которые идут. И жир этот прекрасно вытапливается, полезный, вкусный, ароматный. Если рыба не пролежала у вас в холодильнике 30 месяцев, не воняет окислившимся рыбьим жиром. Фу! Блюдо мега простое, как вы любите, как вы просите. И имеет совершенно стандартные российские корни, без всяких, так сказать, понтов. Вначале я отправляю жариться рыбу. Делаем вот что с ней. Лопатку острую. Я забираю довольно приличный кусок масла. Смотрите, видите, приличный кусок масла, не нужно стесняться. Это все-таки, во-первых, не сливочное, во-вторых, мы это масло потом в тарелку не льем. А в ресторанах повара, знаете, как намереваются, я вот сейчас у себя в кафе по рукам бью все время, говорю, почему вы растительное масло, чтобы пожарить грибы, льете полтора сантиметра в сковородку. Я говорю, кто вас так научил? А вот кто-то учит этому, я не знаю почему. Видите, значит, сливочное масло, другая история. Почему его много? Потому что у нас, во-первых, две филе, а во-вторых, нам нужно филе обжарить так, чтобы оно жарилось на низкой температуре. У сливочного масла низкая теплопроводность, ну, то есть у него низкая температура горения. И у меня нет задачи его, знаете, до черноты до какой-то выжарить. Значит, когда у нас сначала со стороны внутренней, да, вот мы когда срезали, кожа, как будто бы сверху она у нас лежит. Сначала так жарим. Не знаю, каков в этом какой-то физический, химический смысл, но вот опыт подсказывает мне, что нужно делать именно так. Вот смотрите, на сильном огне, пока у нас масло еще живое, не почернело, мы обжариваем с этой стороны недолго, буквально минуту-полторы. Рыба прогревается. Она лежала у меня час при комнатной температуре перед жаркой. И она теплая, ей не нужно там из морозилки. Переворачиваю рыбу. Все, убираю температуру на самый минимум. И солю. Можно взять ложечку и, знаете, сделать несколько таких движений, как вы часто видите в роликах про стейки. Берут масло горячее и поливают сверху. Потому что сверху образовались уже трещинки, масло туда попадает, прогревает. Ну, это, в общем, такая штука полезная во французской кухне, активно этим пользуется. В Голландии на стажировке у Андре тоже не раз замечал, что рыбу именно таким образом жарят. Все, можно выключить. Прошла вот буквально, не знаю, минута с той стороны, полторы минуты с этой стороны. Теперь оставляем горячее сковороде, масло горячее. Пока это все будет оставать, это все прогреется. Значит, делаем дальше вот что. Из картошки я не хочу делать пюре, потому что это больше домашние варианты. Поэтому я из фиолетового картофеля сделаю толчонку. Толчонка обычная, ее называют еще там размятый картофель, как только в ресторанах это все не назовут. Наверняка вы и в рецептах встречали такую штуку. Значит, соус будет такой, сливки. Прям много сливок, много сливок. Соль, черный перец, зубчик чеснока. А, нет, зубчик чеснока мы добавим чуть-чуть позже, чтобы, если что, у нас не свернулись сливки. Нам сейчас главное их отправить... Алиса, тихо! Нам сейчас главное их отправить на огонь и довести до кипения. Нужно довести до кипения. Кыш, собака, не лай! Зубчик чеснока нужно порезать. Убрать всякие гнилушки. Я его добавлю вот через там минуту. Как только закипит. Обязательно Паприки. Прям немножко сюда, пару щепоток паприки. Паприка создаст хороший цветовой оттенок. Сливки у меня жирные, 33%. 33%, 33%. Значит, я сюда добавляю зубчик чеснока. Не разбитый, ну, разрезанный. И сразу же, она уже начинает закипать. Я сразу же добавляю сюда шпинат. Шпинат. Я его промыл, на салфеточку отбросил. То есть у меня прям целая пачка шпината уходит вот сюда. Сейчас он подварится и исчезнет, так сказать, в истории сливочного соуса. Шпинат сам безвкусный, но полезный. Поэтому я и добавляю сюда чеснок. Потому что сливки имеют сливочный вкус простейший. Молочный, да, жирненький. Шпинат не имеет вкуса. Нам нужно чем-то соус приподнять. Чеснок плюс паприка. Ну, в моем случае, это копченая паприка. В вашем случае нужно залезть в интернет, найти, где продают копченую паприку и заказать себе. Ее надолго хватает. Мне одной баночки на полгода примерно. Потому что мы же используем щепотку всего лишь. И соль. Все. Здесь больше ничего такого нет. Если вдруг соус, на ваш взгляд, чуть-чуть густоват, можно прям капельку воды добавить. Вот, смотрите, какой он. Видите, получился? Только-только шпинат обварился, сразу же его снимаем. Не нужно там ему варить, превращать не знаю во что. А вот в пюре его нужно превратить. Если вдруг есть какие-то сложности со шпинатом, значит, нужно взять замороженный шпинат и также его пробить со сливочками вместе. Ну, прогреть, соответственно. Ну, слушайте, здесь как бы дело такое. Хотите в единую массу, можете даже в блендер в стакан его пересыпать. Стационарный блендер такой, знаете, когда моторчик внизу, потом стеклянный такой хренчик с ручкой вы снимаете. Внутри нож, туда наливаете, там скорость в три раза выше. Но мне, у меня цель такая. Сделать просто такой светло-зеленый соус. И здесь, может быть, неважно, насколько мелко пробит шпинат. Главное, чтобы он соединился со сливками и дал такой травяной нежный аромат. Это я убираю сюда. Соус готов. Теперь картофан. Картошку на огонь. Огонь на огонь. Значит, соль. В нашем случае не подходит такая опция, как вода от картошки, потому что фиолетовый картофель, когда варится, вода у него такая темная, ну, черная, ближе к черной. Значит, ложка мне понадобится сливочного масла обязательно. Это же толчонка. А дальше толчем ее. Все ложкой разламываем. Она, конечно, такая плотная. Она сварилась полностью. Но видно по структуре своей, что это необычный продукт. Необычный картофан. Может быть, нужно дольше варить. Я потом поэкспериментирую. Но запекать ее просто одно удовольствие, когда в фольгу заворачиваешь, отправляешь в духовочку там на 30 минут, потом в фольге остывает. Вот это получается супер гуд. Супер гуд. В общем, главная цель сотейника, это наломать картошку и мешать ее для того, чтобы масло с выделившимся крахмалом, вот с этой крошкой, объединилось. И получилась, знаете, такая кусочки плюс кашица. Как раз чаще всего на столе, на праздничном, кусочки все разбирают, остается кашица в тарелке. Я потом вот эту кашицу, например, себе отдельно выкладываю, потому что она вкуснее всего. Цвет настроения. Синий, как вы догадались, да? Тогда нам белая тарелочка нужна. А, ешкин кот, я думал, это грязь, это такой-такой орнамент. Это такие вкрапления в эмаль. Тарелка, фиолетовая картошка. О, картошечка вот такая, знаете, совершенно домашний вариант. Очень вкусно. Когда ее раз растолчешь, там, она такая получается. Сверху масляная, внутри она имеет натуральный вкус, потому что мы же внутренне, у нас не попадает масло. Что получилось у нас с соусом? Вот он такой. Не стесняемся, поливаем соусом, поливаем. Не стесняемся, поливаем так, чтобы у нас картошечка была видна раз. Чтобы сливочки стекали у нас внутрь два. Чтобы в центре все у нас было зелененькое и красивое. Ну и, конечно же, рыбка. Окунечка выкладываем так, чтобы он у нас поженился друг с дружкой и отдал блюду все самое лучшее. Потрясающе! Сливочный вкус блюда, это самый универсальный вкус во всех кухнях мира. Ну, тут даже придраться не к чему. Нет, соли меньше, чем я люблю. Это шикарно! Главное, окунь не пережаривайте. Вот смотрите, если посмотреть на срез, он совершенно сочный, блестящий. Видите, все прям аж светится и течет. Это то, как должна быть подготовлена рыба. Во, смотрите. Вон течет прям водичка по ней. Сок. Вот то, как должна быть приготовлена рыба. Если рыба сырая, она никогда не будет разваливаться на волокна. Она у меня разваливается. Она полностью приготовленная, но сочно приготовленная и вкусная. Сам себя не похвалишь там. Никто не напишет, но... Да не, я шучу. Я знаю, что вы пишете очень много хвалебных, благодарственных писем и комментариев. Я за это вам премного благодарен. Низкий поклон вам, дорогие друзья. Да, вот это круто. Окунь морской, недооцененная рыба. Очень мало рецептов в интернете с красным морским окунем. Это вообще, это просто шикарная рыба. Ничем не воняет. Имеет совершенно нейтральный вкус. И там минимум костей. Минимум. Максимум кайфа и удовольствия. С чем я вас и поздравляю. Обязательно сделайте рецептик. Поймете, что проще не бывает, а вкус вот тот, который прям... Да, мы его ждали, мы его получили. Губы вытираем. Я с вами прощаюсь. Пишите комменты, как всегда. Плохие, хорошие, не важно. Важно, что я вижу, что... Как бы правильно сказать? Вы рядом. Канал живет. Я делаю пользу для вас. Вы мне говорите благодарности. А я вам говорю спасибо за то, что... Для вас это подходит. И вы едите классно. Ваш гастрономический кругозор расширяется. Ну и в общем, мы все хэппи. Ура! Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...